Мы с вами находимся в совместном сне, которое лишь на время совместное. Через некоторое время мы расходимся, как в море кораблей, у каждого свой сон. Мы как персонажи тоже с этим ничего не можем поделать. Персонаж, он же вообще подневольный, он же ничего не делает. По сценарию был ретрит, а после ретрита он должен ехать туда, куда его направляет Атман. Сейчас мы находимся с вами в совместном сне. Все, что происходит, это сон. Любое действие – это сон. Мы должны выйти на такой уровень самоосознавания и осознанного сновидения. Помнить, что любые действия персонажа – это сон. Как бы, казалось бы, я не сделал, это сделал не я. Это мне снится. Как бы не произошло в этом сне со мной, сознанием плюс персонаж, это мне снится. Это иллюзия, это сон. И он именно таков, какой он происходит в данный момент. Мы же абсолютно доверяем Атману. Как пробужденное сознание, мы абсолютно доверяем Атману. Мы не выбираем, как происходит этот сон, как он будет происходить. Когда мы пробуждены, как бы он ни происходил, мы должны помнить, что это сон. Что это иллюзия, и эту иллюзию творит Атман. Так, как он творит, так и нужно. И вот здесь вот смирение перед тем, что происходит. Смирение. Ну как тут спутать, когда несмирение снится, и оно является сном. И несмирение — это то отождествление с чувством «я», которое проявляется уже как омрачение сознания, которое мы всё-таки должны распознать как омрачение сознания и как то, что, да, тоже снится, но только снится с уровня программы, с уровня меня сознания, отождествлённого с персонажем, поэтому находящимся в страхе смерти, в страхе одиночества, находящегося в обличениях и отвращениях. Да, всё есть сон, но есть сон, который идёт из отождествлённого с персонажем и непомнящего сознания, и есть сон, который идёт из пробуждённого сознания. Нужно понимать, что вот это чувство «я» и неведение, оно такое… По сути, оно же с незапамятных времён, с момента, как мы появились, а когда мы появились в этом сне, сколько воплощений прошло. Конечно, наше пробуждение, оно идёт с трудом таким, а засыпание идёт очень легко. Просто оно вообще вот так чикс, чтобы проснуться, это нужно опять. Как проснуться? Но вот эта вот сила, сила омрачений, тенденции ума, страхи, они, эти клеши, они так и фигурируют. Страхи, они кажутся реальными, тенденции их подкрепляют. Вот это забытиё, оно тоже привычное, что я не привыкла держать себя на такой высоте самоосознания. То, что мы с вами медитируем, особенно вот первый этаж в практике, мы же с вами поднимаемся на очень тонкий уровень вибрации. Чистота вибрации определяет форму. Вы же помните из физики, да, что то, что вибрирует медленно, то какое у нас плотное, то есть твёрдое, да? То, что вибрирует очень быстро, невидимое практически может быть. Так вот мы на какую вибрацию претендуем с вами? На очень высокочастотную, которую не видно. Когда мы соприкасаемся с этой вибрацией, эта вибрация начинает определять ту форму, которую мы имеем. Чистота вот этого луча сознания, она определяет форму. Люди пробуждённые, у них какие чувства? Возвышенные или низменные? Возвышенные, это же все утончённые чувства. Мы должны понимать, что наша природа высокочастотная, в какой-то степени, когда мы не понимаем свою высокочастотную природу, мы начинаем идеализировать те чувства, которыми мы живём, что неагрессивность, утончённость. Вы знаете, даже считается, что склонность к чистоте — это утончённая вибрация, чистота. Как бы грязь, бардак, вот этот хаос — это низкая вибрация. Такие идеализации, они возникают у таких высокочастотных, как бы вроде и все должны быть такие. И вот идёт отрицание, ну чё же они такие? Когда нет пробуждённости, просто человек высокочастотный. А их же много, вот художники, поэты, они же все высокочастотные. Тоже нельзя так сказать, что прям только высокочастотные, потому что низкочастотность и у нас тоже есть в определённой степени. Но она всё равно не такая низкая, как у действительно низкочастотных. Когда мы с вами медитируем, мы соприкасаемся с самой высокой частотой вибрации, вот с амадхи, и эта высокая частота вибрации преображает наше тело. С этой точки зрения также происходит трансформация, и какие-то наши низкочастотные вот эти реакции, вот эти вот память, обида — это же низкочастотная злость, вот эта вот, да, ненависть. Они устраняются таким образом. Почему многие не используют её? Потому что они знают, это же надо дойти, чтобы информацию получить. А медитация вообще способна делать очень многие вещи, вплоть до исцеления. Другое дело, что нужен ещё навык медитации, чтобы это происходило. Исцеление, оно происходит тогда, когда вы реально медитируете. Сейчас происходит очень глубокая работа у нас, у всех. Представляете, вот у нас действительно происходит пробуждение сознания. Мы действительно просыпаемся. Мы вышли на такой уровень работы, когда мы постигаем вот это бытие, мы прикасаемся с истиной. Это, конечно, чудоподобно, оказаться в таком месте. Тоже вы все тут оказались не просто так. Потому что всё равно вас всех сознание отбирало. Просто так из вас никто сюда не мог попасть. У вас у всех какие-то есть ещё из прошлых жизней заслуги. Но просто пока мы не пробуждаемся, как сознание, мы их напрочь забываем. До момента, когда мы начинаем пробуждаться, и вместе с этим пробуждением уже начинаем вспоминать, что, а, ну да, в прошлой жизни там что-то было. Без подготовки с прошлой жизни практически невозможно попасть в такие сообщества, потому что необходима зрелость. Вот эта зрелость, зрелость, она в каждом из вас чувствуется. Так или иначе, мы делаем выборы в сторону духовного развития, в сторону пробуждения. То, что происходит, это как раз-таки, да, было, что первый десятидневный ретрит был подготовкой такой, а второй ретрит – это уже работа такая, вскрывается что-то очень такое. То, что и должно вскрыться, вот эти тёмные пятна, вот это сложное. И нужно понимать, что хорошее прохождение ретрита – это, как правило, вас должно реально колбасить. Тогда, значит, вы действительно трансформируете. Не просто такое ожидание. Вот, может быть, как у нас первый ретрит прошёл, он прошёл на такой волне какой-то, да, такой очень гармоничной практически. Но, видимо, как бы сознание сразу не отпугивало. А то, говорит, с кем же второй ретрит проводить, да? А сейчас их это… А они разбегутся, как тараканы в разные стороны, да? Такой эффект заманухи. Вот. А на втором уже мы им покажем, да? Здесь нужно всё это понимать и открываться этим процессом. Да, сейчас происходит такое наше исцеление на всех уровнях, в том числе и физическое исцеление. У нас вообще такая система практик, вот такой путь, вот такой дар, что здесь побочным эффектом является здоровье, не болезнь, как у некоторых путей. Наоборот, вот эта гармония и здоровье. Это является плодом, это является результатом вот этого трудолюбия, труда большого. Поэтому мы имеем это. Все персонажи, души разные. Есть, знаете, халявщики, есть трудолюбивые. Все разные, даже просветлённые они разные. Тут всё уравновешивается. Если ты там как-то лёгкими путями вышел на этот уровень, ну тогда, получай, вот будешь тогда жить долго, но мучиться, какая-то болезнь приходит. А если мы идём вот так вот честно, трудолюбиво, то, соответственно, мы и выходим вот так вот гармонично. И причём мы как раз-таки, наоборот, набираем. Я вообще считаю, что, наверное, мы все должны, наверное, более благоприятно это выстреливать во второй половине жизни. Ты набираешься мудрости, тебе даются все эти блага. Ты можешь ими распорядиться. В первой половине, когда ты молод, много вот этой дури какой-то ещё, тебе даются все эти блага, и ты просто, у тебя не хватает мудрости распорядиться всем этим. Этими благами себя можно ещё и убить, покалечить. Практически все мы люди второй половины жизни. Мы к этому моменту обретаем вот это вот ощущение изобилия, вот этой самодостаточности, вот этого вкуса жизни, уверенности, понимания жизни, лёгкости. Всё это нужно понимать, ценить, не забывать всегда поливать корни. Вот эта вот жизнь наконец-то удалась, хоть и вторая половина, но удалась. Как эта знаменитая притча, что мужчина посадил дерево, поливал его, оно росло, у него появилась шикарная большая крона, затем оно зацвело, он всё его поливал, удобрял, окучивал. Дерево дало плоды, мужчина продолжал окучивать, пока плоды зрели, и вот наконец настал сбор урожая, он собрал эти плоды, поехал на рынок, продал эти плоды, и у него появилась куча денег. Ему стало некогда поливать это дерево, он увлёкся покупкой чего-то, потом вот то, что он накупил себе, он встал в этом, и он забыл про это дерево, что его нужно продолжать поливать. И дерево засохло, и больше плодов у него не было. Точно так же с нашей духовной практикой и вообще про медитацию. Медитацию, её можно получать от неё плоды только постоянно поливая, то есть практикуя её. Это сплошь и рядом, и даже если нас взять, вот даже после ретрита, у нас же скачок энергии идёт, у нас скачок активности такой, да, может быть, и нам уже некогда помедитировать иногда бывает. Нужно просто очень железно запомнить, что правило поливания корней, что это нужно делать регулярно и постоянно. Тогда у вас плоды будут всегда. Мы тоже помним, что если мы живём как сознание из омрачённого статуса, мы забылись. Да, у персонажа тоже есть любовь. Сознание по умолчанию само является любовью. Мы вот говорим, что клеша омрачения, и что там страх смерти. Но помните мотивы будхиального тела? Там же любовь и страх. Мы же всё равно созидаем в этой жизни, где мы живём, рожаем детей, любим их. Но вот эта любовь, она персональная, индивидуальная, собственническая. Она такая в понятии не всеобщей какой-то, а вот такой вот некой ограниченной, что эта любовь моя. Я вот захочу, тебе дам. Захочу, не дам. Не понравишься, не дам. Понравишься, дам. Мы должны ясно понимать, что если мы живём из замрачённого сознания, то мы живём наполненные страхом. Наше восприятие всё-таки оно окрашивается страхом. На этом ретрете тоже важно понять, что пробуждение — это не какая-то теоретическая вещь. Ну, там пробуждён и пробуждён. Пробуждение — это конкретное, понятное, соответствующее названию состояние. Вы сознание пробуждены. Если пробуждены, тогда вы видите сновидимую природу. Вы окружающие видите, как длящийся сон. Если такого видения нет, то пока это такая степень пробуждения ещё с закрытыми глазами. То есть вы как бы ещё их не открыли. Но пробуждение нельзя не заметить и думать, пробуждён я или не пробуждён. Но если вы пробуждены, вы увидите, что это сон. Если вы ещё этого не видите, значит, той степени пробуждения нет ещё. Но она обязательно придёт, если двигаться в этом направлении. Почему нет? Потому что омрачённость ещё сильна, сильнее, чем просветлённость. Нужно, чтобы омрачённость уменьшилась. А каким образом она уменьшается? Ну, в основном вот ретритами. Дома мы лишь можем не сдать эти позиции. Мы же сейчас выходим с вами на новый уровень. И дома, пока мы дома, наша задача — не сдать эти позиции и расширить её, освоить эту территорию. Как вот мы сейчас с вами говорим, что я есть сознание, одновременно персонаж. Но это пока мы только в рамках этого помещения и в рамках вот этих восьми человек. А дома вы осваиваете эту информацию в рамках уже своей семьи, в рамках работы, в рамках города, путешествия по городу. Вы расширяете это знание, вы упручиваетесь в нём. Но дальше у нас же идёт следующий ретрит. Мы уже говорили, что внутри нужно понять, принимаете вы этот путь или нет. Если вы принимаете этот путь, тогда вы сдаётесь. Путь требует непрерывного следования по пути. Тогда и произойдёт вот этот переход. Тогда и произойдёт это пробуждение. Конечно же, пока вы ещё спите, вам хочется сохранить тот уклад жизни, который был, прежняя картина мира. И более того, поначалу-то мы все делаем, мы развиваемся, чтобы процветать вот в этой жизни спящей. Мы занимаемся для этого. А на самом деле, когда мы уже приходим к пониманию пути, что нам приходится ослабить вот эту жизнь и уйти в новое. Вот это самое страшное для эго. Уйти в новое — это не означает, что вы должны всех выкинуть на помойку и уехать от них. Должно произойти коренным образом изменение. Жить теперь не из страха персонажа, а из бесстрашия сознания. Видите, я, допустим, вам рассказываю. Кому я рассказываю? Я рассказываю либо спящему сознанию, либо пробуждённому сознанию. В разные моменты вы можете быть разными. В какой-то момент вы пробуждённое сознание слушаете, в какой-то момент вы как спящее сознание слушаете. Факт тот, что здесь как сейчас, просто нужно об этом говорить, что если не следовать пути, то чему вы будете следовать тогда? Чему-то же вам всё равно нужно следовать. А чему вы будете следовать? Вы будете следовать вот этим представлениям, которые заложены как программа вашей семьи. А это прямой путь к смерти. Вот этот розыгрыш, которым я постоянно говорю, что смерть, она в конце жизни, когда уже поправить ничего нельзя. Когда вот вы катились, 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 и докатились до этой смерти. Тут можно кричать на смертном Андрея, предъявлять претензии. Почему мне раньше никто не сказал, что всё будет так? Почему вы меня не предупредили? Что за подлость? Но вообще-то со всех рупоров кричали. Вообще вот эта мудрость, она либо есть, либо её нет. Мудрость. Мудрость – это предупредительность. Не мудрость – это неумение немножко подумать наперёд. Все мудрые, они немножко наперёд думают. Как вот типа готовь сани летом. По сути, вот то, что мы и должны сделать, приготовить сани летом. Приготовиться к смерти до смерти. А ещё лучше пережить этот опыт и умереть до того момента. Потому что, помнишь, Вселенная сказала? Третий раз уже полегче. Ну, реально полегче. Помните ещё, вот мы в Индии, когда были, нам дали незнакомую дорогу, как идти во Уравили, во Шрам. Вот мы приехали на тук-туке, и мы первый день очень долго шли. Потому что мы там везде, каждый кустик залазили, нюхали, фотографировались. Мы очень долго шли. Но мы ещё и не знали, как толком там пройти. А второй раз мы приехали, мы очень быстро прошли прямиком туда, куда нам нужно было. И вот если вы переживёте вот этот опыт смерти, о чём мне, конечно, хотелось бы вас довести до этого опыта. Второй раз, когда вы действительно будете уже на смертном адре, для вас это будет не новость, вы уже будете осведомлены, это не будет так страшно. Да, вот эта сдача, вот она и есть. Нужно почувствовать, а что такое сдача? Вот где, в какой момент нужно сдаваться? Там же идёт как? Пошла в обиду? Это уже не сдача. А вот сразу пойти на сдачу? Как это сделать? Это нужно как бы понять внутри. Вы это делаете. А у меня же всё равно появляется страх смерти. Когда я вот в повседневной жизни, он через тенденции снова вспоминается. И я по опыту всех этих уже знаний, я просто сразу сдаюсь. Тут не получается так, что ты там просветлённый, и теперь ты по умолчанию во всех ситуациях просветлённый. В каждой ситуации тебе нужно показывать, что ты просветлённый. Чем? Своей сдачей. Настраиваться в любой момент жизни на сдачу. Сдаваться. В сдаче происходит трансформация эго в сознание. Вот это омрачение уходит, и эго, а эго что такое? Сознание, отрисплённое персонажем, оно превращается в себя сознание. Вот эта надстройка сопротивляющейся, вот это вот я, она сдаётся, она исчезает, и остаётся тогда вот это сознание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok